В ДК «Текстильщик» в микрорайоне «Крутое» в Орехово-Зуеве откроется новый многофункциональный культурно-театральный центр. Сейчас этот ДК работает как концертная площадка, но уже скоро «Текстильщик» должен стать местом культурного отдыха горожан и жителей близлежащих городов. Здесь мы планируем проводить постоянные перформансы, постоянные экспозиции выставки художников, графики, скульптуры, народных промыслов. Потому что, вы видите, площадь огромная, она как бы пока не задействована. Это большой выставочный, по большому счету, зал. Андрею Сидоркину принадлежит идея создать, а точнее возродить в «Текстильщике» ныне «Миллениуме» городской центр культурного досуга. Вернуть ДК прежнюю художественно-эстетическую славу. Несмотря на то, что многие считают, что в микрорайоне «Крутое» это не получится. «Культура – это такая среда, которая, приходя куда-то, она создает определенный другой ландшафт. Мы готовы, поскольку театр и театральный центр крупные, он создает новую социокультурную среду». Сейчас в этом ДК занимается лишь два танцевальных коллектива. Но вскоре здесь должны появиться художественные мастерские, театральные подмостки и арт-кафе. Найти, чем заняться на досуге смогут как взрослые, так и дети. Поддержать начинание инициаторов решил и актер театра и кино Орехово-Зуевец Александр Цуркан. Детство-юность Александр Иванович провел в этих стенах. Ничего себе, тут бы, знаешь, какая библиотека была? Ты не представляешь, какая библиотека там была наверху? Нет. Ты не представляешь, какая библиотека? Библиотека в текстильщике – это главное воспоминание Александра Цуркана. Сейчас ее здесь уже нет, но владельцы ДК пытаются возродить здесь читальный зал. Юлиан Семенов, 17 мгновений весны, майор Вихарь. Я стал много читать в юности. Например, я здесь впервые почитал нерв Высоцкого. Впервые. Его не было еще нигде там, а у них здесь был нерв Володя Высоцкого. Побывал Александр Иванович на театральной сцене текстильщиков. Как настоящий эксперт оценил акустику. О, хорошо. Свет, кулисы и зрительный зал, который вмещает 870 человек. Как признался Александр Цуркан, театральный дух здесь силен. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба. Актер пообещал в скором времени сам выступить на этой сцене перед жителями Орехово-Зуева, а также помогать организовывать театральные вечера. Торжественное открытие самого театрально-культурного центра запланировано на 18 апреля в 2 часа дня. Продолжение следует...